Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Другая жизнь с Марина Кью. В видео сегодня хочу поделиться с вами, мои дорогие постоянные подписчики, нашей главной новостью. Вы уже знаете о том, что мы ожидаем нашего очередного малыша. Для меня будет это малыш номер 4, а для моего мужа малыш номер 5. На двоих у нас на данный момент 5 детей, а теперь будет 6 деток на двоих. В видео сегодня я расскажу о том, кто же родится в нашей семье, мальчик или девочка. О том голосовании, которое было в нашей семье, голоса разделились, кто-то затем обрадовался, кто-то очень огорчился. В общем, обо всем узнаете в этом видео. И самое главное, в ближайшее время я сделаю новое видео. Так как мне понадобится от вас маленькая помощь, мы никак не можем определиться с именем для нашего нового члена семьи. Расскажу, какие варианты у нас есть сейчас. Скажем так, я уже начала. Думаю, ну может быть это имя в принципе интересное, необычное. Мне муж предлагает, чтобы я ему дала какие-то другие варианты, то есть имя, чтобы нам нравилось обоим. А у меня просто нет других вариантов. У меня их просто нет. И вот муж говорит, когда ты придешь ко мне с вариантом, мы обсудим. У меня этого варианта нет. Имена для наших детей. У нас в браке родилась двойня, Катерина и Никита. Мы выбирали точно так же. Скажем так, обсуждали вместе. Какие-то имена нравились ему, какие-то имена нравились мне. То есть он там, например, отвергал какие-то имена. Из тех имен, которые он мне предлагал, мне тоже какие-то имена не нравились. И вот так вот путем обсуждения мы выбрали два имени, Катерина и Никита. А сейчас у нас новая проблема. Нам нужно выбрать новое имя для нашего бэйбика, которого мы ждем. Поэтому да, в этом видео расскажу за пол ребенка, а в ближайших видео попрошу вашего совета. Поэтому в общем подписывайтесь, если вам интересен такой формат видео. Думаю, мои видео будут вам всегда интересны, потому что у нас всегда что-то новенькое. Все, всем большое спасибо и приятного вам просмотра. Пока-пока. Идем? А мы, смотри, мы сегодня дома узнаем все вместе. Доктор уже знает. Одень, Никита. Никита, иди сюда. Да, доктор уже знает. Но мы сегодня узнаем все вместе. Она нам результат положила в конвертик. Поэтому я сейчас взяла два костюмчика. Видишь, для мальчика и для девочки. И мы сейчас попросим кассира. И она нам положит нужный костюм в коробочку. Я его оплачу. А мы все вместе узнаем. Узнаем. Бэби-бэби-бэби-бэби. А ты кого хочешь? Бэби-бэби-бэби-бэби-бэби-бэби. То есть ты хочешь девочку? Мы сегодня узнаем, кого мы ждем. Мальчика или девочку, окей? Бэби-бэби-бэби-бэби-бэби-бэби. Пошли. Ты мне в любом случае будешь помогать, даже если это будет бэби-бэби. И она мне написала в конвертике Идем, пошли, нам оплатят Идем, идем Нет, 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 Катя Ты не должна смотреть, мы не будем подсматривать Мы узнаем сегодня вместе с папой Идем Да, сегодня это динер Сегодня это динер Это беби Нет, мы сейчас дадим кассиру И она нам нужный костюмчик пробьет и положит Нам надо папу дождаться Папе тоже очень интересно Осталось всего лишь пару часов И папа будет дома Мама, я хочу Ты готов? Я сказал? Окей Моя, я хочу спросить маленький favor Здесь есть гендер Гендер, что мы имеем И мы не хотим знать И Bruху Вы хотите знать это ночью Мама, я хочу знать Это некоторое время Погорли и glitch Если это девушка или девушка Вы подсыпаем ли это Если девушка Вы подсыпаем ли это Если это девушка Вы подсыпаем это Если девушка Вы подсыпаем это Окей И мы кругом Поехали, потому что мы не хочет seperti это Окей Не проверяйся Не проверяйся Никита! Никита, стоп! Мы не знаем, что гендер сегодня. Все, поехали! Ответ внутри этой коробочки. Я выбрала бежевый с голубым. У меня нет никаких предположений. Скажу честно, большинство у нас голосует в семье за девочку. Но это была единственная коробочка. Единственная расцветка. Поэтому, в принципе, я ее и взяла. Посмотрим, да? Посмотрим, кто там у нас внутри. Да, дети вот уже спорятся, кто там мальчик или девочка. Ну, сихок это собака. Подожди, мы давай считать по детям. Да, потому что Катя у нас очень хочет кого? Девочку, сестричку. Она говорит, у меня и так уже четыре брата. Мы с Чедом... Ну, я бы, конечно, у меня, да, уже два сына есть. Было бы здорово, если была бы еще девочка. Две девочки. Но самое главное, учитывая, что у меня уже было, да, два выкидыша, что беременность здоровая, с малышом все в порядке, развивается все по срокам. У меня сегодня, приоткрою дверь, 15 недель ровно. Поэтому, в общем, надеемся, что все хорошо. Визит у нас сегодня был не запланированный. Точнее, как у меня вызвали беспокойство, да, то, что такие какие-то неприятные ощущения, и было, ну, немножечко пятнышек, да, вот крови. Поэтому я, да, обратилась, конечно, к врачу, и мне не запланировано. Дополнительно назначили УЗИ. Кстати, каждое УЗИ я плачу здесь 200 долларов. Вот. И сегодня я думала, что еще рано, но доктор сказала, что вы знаете, кто у вас будет. Я говорю, еще нет, но уже видно, вы уже знаете. Она говорит, да. Я говорю, тогда вы мне, пожалуйста, не говорите. Мы сегодня обо всем узнаем с мужем. Потому что муж со мной хотел приехать на ту санограмму, которая назначена мне на двадцатой неделе. И тогда нам должны были сказать пол ребенка. Но сегодня он не смог отпроситься. Он у меня был в командировке, долго отсутствовал на своем рабочем месте. И поэтому он сейчас не может отпроситься. И я посчитала, что это не совсем честно, если я узнаю, да, а он как бы не знает. Он хотел это вместе, да, события, скажем так. Поэтому, да, я вот решила провести такой вот эксперимент, да, себя сдерживая. Мне очень интересно. И попросила кассира, чтобы она пробила именно тот костюмчик, который там вот в конвертике лежит. Малыш, да, ребеночек, чтобы она посмотрела, что за пол. И пробила именно тот костюмчик, который нам подойдет уже совсем-совсем скоро. А due date у меня, кстати, день назначен приблизительно на 7 января. Вот так. Катеринка, конечно, говорит, я так не хочу, чтобы это был мальчик, да, Катя? Угу. Но если будет мальчик, ты все равно мне будешь помогать. А в будущем. Да. Но Никита у нас, он говорит, что он хочет мальчика. Да. Подожди, Никита Ну, я тебя услышала, Катюш Но иногда мы не можем этого прогнозировать Уже кто есть, тот есть Мы будем любить, и ты будешь мне помогать, да? Даже если это Бэйби-бой или это будет Бэйби-гел Ты мне будешь помогать все равно, да? Ладно Никита, а если это будет девочка? А если девочка? Ты будешь любить девочку, еще сестричку? Бэйби-бой Понятно, Никита меня не слышит, он полностью голосует за мальчика А Катюшек мне будет помогать, да, зайка? Все равно Да, Кате надо Бэйби-гел Ладно, уже сегодня узнаем через пару часов Кто же у нас в семье Пополнение Бэйби-гел или Бэйби-бой Да, к нам присоединился Рома Упс, моя чашка была грабила Да, мы проводим сейчас голосование Кто за кого голосует Голосует до того, как мы откроем Коробочку нашу Я за девочку За кого голосую? А? За девочку Рома у нас голосует за девочку Ты хочешь еще сестричку или ты по каким-то соображениям не хочешь просто брать? Я просто думаю, что это будет девочка Ты просто думаешь, что это будет девочка? Посмотрим, значит у нас уже три голоса против пока Никитиного одного Потом еще спросим у папы Да? Что с ягодой? А ты вообще рад, что у тебя еще будет один братик или еще одна сестричка? Или ты думаешь, блин, хватит вам уже? Хватит Хватит Да? Все Вон, Рома уже интервью закончил Я уже видел А знаете куда идет? Да, бежать быстрее и играть в компьютер Он только приехал с работы Вот принял душ, перекусил И уже побежал играть в компьютер Какие там братики и сестрички? Да? Давай Я ему говорю, давай запишем видео Проголосуешь для моего видеоканала То есть, как вы видите, одну секундочку и все, ребенок уже занят Так, мы получили новость уже, узнали Узнали новость 4 часа назад У нас сейчас 4 часа Человек приезжает где-то ближе к 5 Иногда в пол шестого Вот, поэтому ждем Нам еще осталось подождать где-то часик, может быть полтора И узнаем Вот, ну а мы, мы, да, пока откроем коробочку У вас тоже есть пока возможность До конца этого видео Проголосовать Проверить свою интуицию Да, если кому-то, ну интересно, да Кого-то это, так скажем, забавляет Мне всегда интересно Когда кто-то из знакомых беременный, да То есть, в ожидании Мне всегда вот тоже интересно Так, посмотреть, да Понаблюдать за человеком Особенно, да, когда говорят по форме животика Я даже сейчас расскажу такую маленькую тоже историю У меня есть моя подруга в Днепропетровске Ее зовут Инна И когда она была беременна своей дочерью Знаете, всегда говорят о том, что животик у беременной Если это девочка, то кругленький Прям такой вот круглый, да А на мальчика такой более конусный, остренький И я помню там буквально у нее уже осталось, наверное, пару недель до родов Мы все знаем, да, что говорят полуребенка Но иногда могут ошибаться с маленькой вероятностью, но могут И вот она ко мне тогда приходит домой И прям такая с порога я дверь открываю Она такая смотрит на меня серьезно Говорит, так, скажи мне правду У меня живот острый А у нее, ребят Такой был острый живот Ну прям конусный Прям вот острый Я говорю, не, 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 не Говорю, кругленький Говорю, круглый А сама понимает себе, что Ну реально он остренький Вот, но я знала, что она очень хотела девочку И она очень обрадовалась, когда ей сказали на УЗИ, что девочка. Ну, животик у нее был действительно такой остренький, не круглый. Но, тем не менее, девочка. Она родила девочку уже моей крестнице. 19 лет уже будет в сентябре. Уже совсем-совсем взрослая. Вот так. Поэтому вот так, да. В общем, если интересно, голосуйте, как вам кажется. Кто там в коробочке, какая у нас одежка, какого цвета. Голубенькая или розовенькая. Проверим вашу интуицию. Катя, иди вот здесь, становись. Мы будем все снимать на видеокамеру. Это, Катя, выключи пока телевизор. Тогда я установлю все. Катя, давай я тебе помогу. Катя, сиди здесь с папой, потому что я хочу, чтобы кто-то здесь был. А ну-ка, Никитка, ты сиди. Ромчик, can you stay there with chat, because I need Nikita here, because he's small. Никита, сиди здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я думаю, что мы должны все решить, но не поговорить с мамой. Нет, нет, нет. Я тоже знаю. Окей, это только... Окей, я не могу сделать это. Окей, это очень хорошо. Окей, это очень хорошо. Окей. Окей, это не важно, потому что это только один стиль, который я нашел. Окей. Окей, мы не скажем Кукумама, правильно? Окей. Окей, сейчас есть в服 в кухне, поэтому... Окей, я понимаю, что они имеют в виду? Окей, я понимаю, что я вижу Катя. Окей, что они имеют в виду? Окей, я знаю, что это. Как вы получили плосы, если вы не знали? Я купил два, и я спросил женщина, который работает в Кашевке, и я сказала, «Опать эту дверь, и мы пошли. Кати был очень, очень приятно. Никита, она сказала, «Я хочу видеть». Кати, она сказала, «Я хочу видеть». Кати, она сказала, «Я хочу видеть». Я хочу видеть. Я хочу видеть. Это очень круто. Я знаю, и особенно ты очень-очень хороший, это с бой и с девушками, но ты очень любишь этот старбург. Может быть, это с бой, как папа? Да, все пошло немного не по плану, Катя совсем расстроилась. Я расстроилась, что Катя расстроилась. Мы ожидали с Катей девочку. Да, Катя, вот. Катя, можно? Можно? О, моя маленькая. Я просто хочу... О, нет. Сейчас будет много ребенка и девушек. Но ты всегда будет моя маленькая, Катя. Моя маленькая девушка, Катя. Моя маленькая принца. Я не люблю ребенка. Моя маленькая москва. О, не знаю! Я не думаю, что это очень много. Моя маленькая москва. У меня будет. У нас есть экипт, и мы открываем. У нас есть экипт. Мы уже знали. И мы уже знали. У тебя уже знаете? Ага, мы тоже знают. Ага, мы знаю. Ага, этот у тебя для тебя. Ты хочешь? Я хочу рассказать вам. Я хочу с нет. У меня нужно. Да, я хочу сказать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...